Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Amazon Replay. Сегодня у нас будет очень интересное видео, и я вам расскажу, куда я делал свои машины, зачем я вообще их продал, получается, и что я буду покупать, либо что я уже купил. Зачем я вообще это сделал, потому что, я думаю, вы знаете, что у меня постоянно много машин, там, по 10-12 штук, и сейчас я очень много тачек продал, и сегодня я расскажу, зачем я это сделал, и покажу вам свои две новые машины. Но это еще не все, пацаны, я вам расскажу планы немножко на будущее, поэтому серия реально будет очень интересной, поэтому поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте постараемся на этом ролике набрать за сутки 200 лайков, если вы это сделаете, то я запишу очень интересную серию, какую именно, расскажу чуть позже. Поэтому, кто смотрит меня без подписки, обязательно подпишитесь на канал, я вам буду очень сильно благодарен. Также не забывайте введите в промокод, пишите ММ, потом промокод, указать друга ютубера и пишите промокод Кирилл Гейм Капсом, за который вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере в Мазин Холиплей. Давайте я вам все по порядку расскажу, получается я решил заняться продажей своих машин, потому что я понял то, что мне не нужно столько машин, я хочу оставить именно столько машин, на которых я езжу, понимаете. То есть у меня там было сколько, 9 или 8 машин, и я так подумал, блин, зачем мне так много, если я на них не езжу. Я лучше их продам и куплю что-то другое, либо вложу эти деньги куда-то в другое место, и именно поэтому я себе купил 2 новых машины. Одну покупку я думаю я зря сделал, а вот эту покупку, пацаны, я думаю я сделал совсем не зря. Я себе купил новый елик и сюда перестал номера, ЕКХ восьмерки, я считаю это очень круто. Елик я этот купил за 58 миллионов, здесь получается нету ничего почти, кроме аудио. Но в целом мне машина это нравится, я думаю без нитра тоже нормально. Да, я знаю пацаны, я говорил то, что елик мне не нравится, но он мне не нравится именно внешне. Внешне он мне не очень нравится, честно скажу, мне старый кузов елика нравится больше. Но по разгону, по управлению, по максималке, конечно же старый елик намного хуже. Поэтому я решил апгрейдиться и купить себе новый елик. Ну потому что он реально намного быстрее и лучше по управлению. Он не кренится, именно поэтому я решил себе купить новый елик. Я, получается, продал, сколько, 3 машины, это, получается, я продал свой старый Елик с аудио, я продал Феррари с аудиосистемой, и я еще продал Елик в ГОЗ, 4х4, который был у меня. Короче, как вы видите, у меня осталось 6 машин, но я эти машины буду продавать, не все, но буду продавать чуть позже. Я буду продавать, получается, новую Ешку, и буду продавать вот этот Ниссан Скайлайн. Скайлайн чуть позже покажу, пацаны, там тоже интересная машинка. Давайте я вам покажу еще инвентарь, потому что номера, пацаны, я не продавал, я себе оставляю, как бы коллекцию я свою никуда не деваю. Вот топ-восьмерки, АМР-восьмерки и 3к-три-восьмерки, то есть я продаю тачки, но номера забираю себе, как бы я не хочу коллекцию свою продавать. Поэтому я продам тачки, у меня просто будут всякие номера лежать в инвентаре, я считаю, что это нормально. Давайте теперь сейчас поедем, я вам покажу Ниссан Скайлайн, я ее недавно купил, я не знаю, зачем я это сделал, честно. Вот я ее увидел на Ниссане, я просто загорелся и ее купил. Не знаю, я уже накатался на ней, я сейчас в основном на елике езжу только, либо на Магнуме. Но Скайлайн реально сочный просто, реально сочный, мне он нравится, он дает боком, здесь есть Нитро. Давайте вам карпас покажу, так вот карпас 41, вот здесь получается ГОСК 2 миллиона, стейч 1 стоит, сигнализация, радар, аудиосистема, Нитро есть. И номера я сюда сам поставил, R8-ки. Честно, я бы не продавал, но знаете для чего я хочу потом продать эти машины, две. Получается, я хочу продать Ниссан вот этот и хочу продать новую ешку с аудио. Я хочу себе купить еще один бизнес, то есть у меня есть бизнес на рублевке Южного. Ну зачем мне реально столько машин? Я ставлю те машины, на которых я езжу. Вот я езжу на Мурке, на Магнуме, на Елике, ну и в принципе на М3. А вот эти две тачки я просто продам. У меня будут деньги, я куплю себе еще один бизнес. Ну я вот так решил, да, я люблю машины, я очень сильно люблю машины. Мне нравится, когда у меня много машин, но я как-то это уже перерос, знаете, хочется просто оставить те машины, на которых я езжу. Типа я считаю, это будет правильней, потому что, ну да, было у меня 12 машин. Ну да, это круто выглядит, типа ты такой мажор, у тебя 12 машин, почти все они с аудиосистемой. Да, это круто, но мне это уже надоело, пацаны. Я буду держать только те машины, на которых я буду ездить. Возможно, потом в будущем буду что-то еще покупать, как бы я этого не отрицаю. Конечно, Марк намного лучше боком едет, но, пацаны, Скайлайн, он, по-моему, единственный с аудиосистемой на первом серваке. Я, возможно, ошибаюсь, что я не видел больше Скайлайнов с аудиосистемой. Ну, он такой интересный, знаете. Внешне он вообще, конечно, сасный. Вот это его жопа, вот эти фары, мне они нравятся. Выхлоп тоже очень классный. Если что, я буду его продавать, но продавать я буду примерно через месяц. Вы еще скажете, типа, у тебя же как бы есть бизнес на рублевке, как ты сам сказал. Типа, как ты будешь держать два бизнеса? Я один из бизнесов просто передам своему другу, Матвей Вилла, скорее всего. И все, будем держать два бизнеса. Ну, типа, номера я сейчас не буду покупать, они мне нахуй не нужны, потому что мне некуда их ставить будет, понимаете? Номеров у меня и так дохера, а ставить их некуда будет, понимаете? Я вот нахуй восьмерки еще сниму и R-восьмерки сниму с этой машины. И у меня останется четыре машины и пять номеров. Мне некуда будет их ставить, пока что. В будущем, возможно, я себе что-то куплю. Да и, в принципе, может регионы добавить, поэтому смысла сейчас, я думаю, покупать. Номера нету. И если даже добавить регионы, то, я думаю, их добавят не скоро, их добавят где-то, ну, летом, наверное. Если честно, пацаны, я сейчас хочу больше всего это заниматься Фомой, делать наборы, чтобы мы накопили тысячу ваучеров. Это моя цель на данный момент, накопить тысячу ваучеров в Фоме, потому что за эти ваучеры можно будет покупать интересные плюшки Фому. Поэтому, пацаны, кто хочет ко мне в семью, приходите, я буду с радостью вас принимать. Пока что у нас больше всех ваучеров на данный момент, поэтому, кто желает, можете к нам приходить. Звоните мне в игре, если что, у меня новый номер, потому что Матвей свой номер девятки забрал и продал уже. Поэтому у меня новый номер, 8847, запоминайте. Пока что, на ближайшее время у меня точно будет только такой номер. Запоминайте этот номер и обращайтесь ко мне в игре, либо пишите мне вконтакте, я тоже могу зайти, потом вас принять, когда вам удобно будет. Поэтому, вот как-то так. Смотрите, вот, Фменю пишем, потом ваучеры. Видите, у нас 367 ваучеров. Я хочу накопить хотя бы тысячу. Зачем? Чтобы, когда выйдет обновление и можно будет тратить эти ваучеры, чтобы мы сразу всё купили и чтоб всё было по красоте. Понимаете? Хуя себе там, блядь, дождь пошёл у меня за окном. Ещё такой град, хуй, нехуёвый. Я надеюсь, вам этого не слышно, потому что там жёстко по подоконнику бьёт и молния, блядь. Охуенно просто. Зашёл поснимать, называется. Пока что наша Фома на первом месте по ваучерам. Я, конечно, не хвастаюсь, но просто я очень хочу накопить тысячу ваучеров. Поэтому я сейчас очень сильно плотно занимаюсь Фомой. У нас в Фоме сейчас сколько человек? Я даже не знаю, пацаны. 528 человек. Просто на Фому сейчас очень много бабок уходит. Реально, пацаны. Очень много денег уходит. А Фому в день где-то, ну, миллиам уходит. Я вам так скажу, потому что постоянно спаун машин, плюс оплата за особняк. Ну, реально, очень много денег сейчас уходит на Фому. Недавно я, кстати, узнал, пацаны, очень страшную вещь для меня. Вот вы реально сейчас не догадаетесь, о чём я говорю. Как бы вот намёк, пацаны, стоит. Вот просто подумайте, что могло такого произойти, то, что мне-то не понравилось. Вот вам намёк просто. Вот, получается, магнум стоит. И просто подумайте, что могло такого произойти. Я думаю, реально никто не догадается. А я вам скажу, пацаны. Знаете, что произошло? Оказывается, я вам всё время врал. Реально, я вам просто всё время врал. Каким образом? Оказывается, у меня не самый большой пробег на магнуме. Есть, получается, Валера Дэвис, и у него пробег на магнуме 300 тысяч километров. недавно стукнул. То есть, реально, у меня не самый теперь большой пробег на Магнуме. Я просто не знал, что у него такой пробег большой. То есть, у меня пробег 242 тысячи. У него пробег 300 тысяч километров, пацаны. Поэтому официально заявляю, что я теперь лошара. Потому что у меня не самый большой пробег, пацаны. Но, как бы, Валера красавчик, потому что Валера, у него 150 скилл дальнобойщика, это во-первых. Во-вторых, у него Магнум намного дольше, чем у меня. Ну, и он, в принципе, катает больше, чем я. Поэтому реально он красавчик. Просто Валера красавчик, но, честно, неприятно. Вот, реально неприятно то, что я об этом узнал. Мне просто скидывают скриншот 9-го числа. То, что, вот, Магнум стоит. Я сначала не понял, типа, в чём прикол. Потом смотрю на пробег, думаю, ага, думаю, заебись просто. Оказывается, я постоянно выёбывался, хвастался. Ну, как выёбывался, я просто об этом говорил. Типа, то, что вот у меня пробег. И в итоге оказывается то, что всё-таки я не первый, я второй. Я на втором месте по пробегу. Как бы, просто если бы я знал, просто я думал реально то, что, ну, нету конкурентов, особо не катал. Если бы я знал то, что у Валеры, как бы, очень большой пробег, я бы просто катал 2-4 на 7, реально. Но я об этом не знал, поэтому Валера красавчик. 300 тысяч, он побил цель пробега. Поэтому, реально, молодец. 240 тысяч тоже неплохо, я вам скажу, пацаны. Ну, что ж, дамы и господа, я думаю... Блять, ёп твою мать. Фууууу... Как сложно утром видосы снимать. Это капец просто. Ну, что ж, дамы и господа, я думаю, можно заканчивать видео. Я вам всё рассказал, показал. И давайте сделаем так. Если на этом видосе доберётся 200 лайков, то в следующем видео я запишу видео стейч-5 на елике. Я думаю, такого бы ещё никто не снимал. Это будет интересно. Меня просили Бугатти на стейч-5 снять. Ну, Бугатти, она вообще неуправляемая, Понимаете, ну, я на ней просто буду Разлаживаться и все, поэтому я предлагаю Поставить пятый чип на елик Набирайте 200 лайков за сутки Вот реально, я знаю, вы можете, вот просто Постарайтесь, реально, просто постарайтесь Набирайте 200 лайков за сутки И я запишу видео про елик Stage 5, я попрошу на свой елик поставить Пятый чип и все это вам покажу Поэтому не литесь, ставьте лайки Повторюсь, и подписывайтесь на канал Обязательно, так заступайте мою семью Я каждый день делаю наборы Просто каждый день, поэтому я вас Легко смогу принять, можете Ко мне обращаться, ну, а я сейчас иду Возить продукты в бизнес, потому что там, по-моему, мало Осталось, и потом, наверное, буду идти на дальнобойщики А после дальнобойщиков уже Буду монтировать для вас вот это видео Которое вы сейчас смотрите, всем спасибо За просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь На канал, всем пока-пока